Судоремонт – производство, которое живет в условиях жестких сроков и графиков. И хотя сегодняшний день особый для завода, но это не повод остановить работу. Сегодня дата, которая для завода является точкой отчета, потому что ровно 67 лет назад, 16 февраля 1951 года, министром судостроительной промышленности Советского Союза был издан приказ об учреждении и строительстве на юге Черного моря судостроительного производства и рабочего поселка при нем. Впоследствии судостроительный завод стал Ильичевским судоремонтным заводом, а поселок при нем превратился в прекрасный город Ильичевск, ныне Черноморск. Поздравляю всех, кто работал и работает на судоремонтном заводе. За годы это тысячи достойнейших людей. Завод, в отличие от многих предприятий и отрасли, сегодня держится на плаву и сегодня мы работаем точно так же, как работали во времена ЧМП, тогда, когда не надо было искать загрузку. Кроме этого, хочу подчеркнуть, что сегодня мы работаем в жестких условиях рынка и 100 ремонтируемых проходов в год – это показатель нашего профессионализма. Когда я начал работать на заводе, главной задачей было удержать завод на плаву. Но сегодня, когда мы не только встали на ровный кель, а когда мы зарабатываем деньги, я считаю своей задачей приумножать историю нашего города, традиции завода и делать все от меня зависящее, чтобы город не забывал людей, которые отдали этому жизнь. С первого дня и до сегодняшнего главное достояние завода – это люди, высококвалифицированные специалисты. Лариса Билк пришла на СРЗ в 1969 году. Уже в 1974 году Лариса Николаевна была назначена на ответственную должность, уникальную для женщины в то время. Когда меня назначили начальником караула, я поняла, что я должна принадлежать морю и морской специальности. Я сразу поступила в мореходное училище на факультет эксплуатации водного транспорта. В 1974 году я закончила училище, получила диплом, но тут же меня пригласили работать инженером по перевозке опасных грузов. Это было связано с опасностью, пожарной опасностью судов, грузов и так дальше. Я вникла в эту профессию. Так сложилось, что в принципе в пожарной охране водного транспорта я была единственной женщиной во всем морском флоте. Задала себе цель повысить звание и поднять авторитет женщины, специалиста пожарной охраны. Моя должность, мой женский пол дал пример другим женщинам. Лариса Николаевна тепло вспоминает тех, кто помогал ей справиться с непростыми задачами. Большой вклад в создание нашей пожарной службы сыграл наш главный инженер. Это уважаемый человек, это Александр Леонидович Задимирский. И сегодня Лариса Билык успешно возглавляет одно из важнейших подразделений завода, численностью 27 человек, которые не только обеспечивают пожарную безопасность ИСРЗ, но и часто выезжают на сложные пожары в селах. Без пожарной службы ни одно судно не становится в ремонт. Мы его изучаем, исследуем, видим перспективу подготовки, останавливаем для подготовки и так дальше. Очень много есть специфики в этом деле. У нас на сегодняшний день имеется 3 единицы пожарной техники, 2 единицы в расчете. В прошлом году у нас было 14 выездов в наши лишь лежащие поселки. Для многих сотрудников предприятие «Сударемонт» стало делом всей жизни. Работаю на заводе давно, 42 года, уже 43-й. Пришла я сюда на завод в судостроительный цех, пришла токарем после УКК, и так работаю до сих пор. В коллективе сейчас уже у нас, конечно, корпусно-текелажный участок. Также продолжаю работать токарем. Заслуженные заводчане годам не поддаются. Большая загрузка завода только придает им энергии. С завода не хочется уходить, так как, видя наши изменения, которые у нас на заводе происходят, с каждым днем у нас все лучше. У нас начала приходить молодежь, даже не надо слов, видя доки, видя причалы. Это говорит само за себе, что у нас загрузка есть, что мы ремонтируем, что мы ремонтируем хорошего качества, наверное, раз к нам идут сюда. Судя так, как у нас продвигаются дела, то я верю и надеюсь, что у нас все будет хорошо. Убедительно подтверждают слова Валентины Васильевны гигантский паром в доке ИСРЗ. Вильнюс Севейс – это достаточно интересное судно в своем классе. Это один из крупнейших железнодорожных паромов. На заводе он не впервые. Если в прошлый раз дело касалось модернизации грузовых палуб, достаточно серьезной работы, то сегодня это доковые работы, очистка, окраска, винторулевый комплекс, донозабортная арматура. 18 дней в доке, 22 дня общий срок ремонта. За эти 18 дней судоремонтникам предстоит отремонтировать паром длиной более 190 метров, шириной 28, способные принять на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов, 50 большегрузных автомобилей ТИР и 250 пассажиров. Опыт есть, так как раньше на ИСРЗ уже проходили ремонт паромы аналогичного класса Каунас Севейс и Грейсвальд. Продолжение следует...